Да, коллеги, добрый день. Сегодня я вам расскажу о том, как, собственно, кардинально отличается управление командами Data Science непосредственно при проектах ML for Social Good. ML for Social Good действительно является очень важным направлением деятельности ОДС на текущий момент. Все началось в свое время с поста Паши Нестерова, как раз-таки после прошедшего Data Fest, в котором содержался посыл с предложением поработать за бесплатно. Я в этот посыл с радостью вписался. Вписался с идеей проекта по прогнозированию нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок. Проект сейчас имеет название закупки.ai. Ну и, собственно говоря, я на примере именно этого проекта расскажу вам о том, в чем особенность управления командами Data Science в ML for Social Good. Соответственно, все знают, что классика управления ML проектом это CrispDM. Поднимите руку, кто его знает. Отлично. Кто не знает, это большинство. Соответственно, я думаю, что вы загуглите, это очень легко ищется, и все вам будет понятно, что это значит. Но прежде чем вообще пытаться внедрять какую-то методологию управления, вы должны четко для себя представлять тот проект, который вы пилите. То есть вы должны иметь полное и максимальное видение этого проекта от начала и до конца, и какая задача будет решаться. Соответственно, вам требуется максимально подробно его описать. При этом, если вы пилите какой-то сервис, то нужно не полениться и взять и нарисовать концепт. Мы в свое время рисовали подобный концепт, и он помогает людям видеть тот финальный продукт, который мы пилим. Вторым этапом является определить источник данных. Соответственно, вы должны понимать, какие типы будут данных, и спрогнозировать тот объем данных, который вам потребуется. Потому что вы должны здесь сделать самый главный вывод о том, где и каким образом хранить эти данные. Потому что, по факту, когда вы вписываетесь в проект по социальной инициативе, у вас по факту ничего нет. Поэтому это нужно предусмотреть заранее. И, соответственно, выделить здесь нужна особенность именно социальных проектов. Данные социальных проектов, здесь ключевое слово social, и, соответственно, ключевая история. С вероятностью 99% это данные будут открытые. При этом, когда вы работаете с открытыми данными, у вас есть риск нарваться на данные государственных органов. И здесь я должен вас предупредить, что данные госорганов – это просто трэш невероятный. То есть будьте готовы к тому, что вам придется очень много предобрабатывать эти данные. Потому что даже если есть какая-то нормативная база о том, как должны заноситься какие-то ячейки, они будут заноситься абсолютно всеми по-разному. И нужно быть морально готовым к этому. Соответственно, вы должны получить максимальную связь между непосредственно данными и целями проекта, финальной целью проекта. При этом вы понимаете, что природа данных может изменить и саму цель проекта. Так же, как и цель проекта может трансформировать требования к тем данным, которые вы выдвигаете изначально. После того, как у вас действительно сформирована концептуальная идея, все описано, вы понимаете, откуда брать данные, как с ними работать, настало время действительно ставить ML-задачки, ну и, соответственно, подготавливать данные и так далее. Здесь есть один нюанс. Так как команды разбросаны по всей территории страны, а может быть даже и мира, вся команда разбросана, у них свои игрушечные ноутбуки, то возникает реально серьезная проблема. Различие в различных версиях библиотек, которые они используют, у них недостаточной мощности для вычислений. И здесь нам в команде закупки.ai здорово помогает юпитер хаб, потому что юпитер хаб можно вынести на отдельной стороне сервера, который обладает достаточной мощностью, и более того, это единая среда разработки, которая реально упрощает жизнь. Теперь, раз мы заговорили про команды, про разрознительность команд, вот эта классическая картинка про agile, ой, третий раз я сказал случайно слово agile, вызывайте грефа. Соответственно, поднимите руку, кто знаком вообще с agile, я надеюсь все, да? Кто не знает, что такое agile, рекомендую посмотреть на хаббре видео, которое называется «Как научить бабушку agile за 15 минут», и все станет понятно, что такое agile. Основная идея agile в том, что существуют роли. Одна из важнейших ролей – это стейкхолдер, это некое заинтересованное лицо, которое, собственно, является заказчиком, или это ваши пользователи. Есть замечательный менеджер продукта, владелец продукта, есть его команда, которая помогает ему пилить этот продукт, и даже иногда бывает скрам-мастер, который помогает достигать максимальной эффективности в работе команды. Но в чем нюанс? Нюанс social good. Нюанс в том, что скрам-мастер – это для вас роскошь, у вас его не будет. Более того, стейкхолдером формально выступает все общество в целом, и у вас нет какого-то физического лица, который будет вам накидывать пользовательские истории, которые вам нужно впиливать. И поэтому это все ложится на плечени посредственно менеджера продукта, и он остается один на один с командой, и поэтому очень важно уметь управлять этой командой. Соответственно, вопрос, кого брать в команду? Мы можем брать либо крутых, либо новичков. Соответственно, у вас постоянный трейд-офф между тем, какой баланс соблюсти, кого нам нужно взять в команду. На самом деле этого баланса не существует, конкретно в social good. Его не существует, потому что вы берете в проект незанятых, те, кто не занят, потому что они смогут уделять время вашему проекту. Раз мы заговорили про скилловых ребят, здесь есть нюанс. В классическом варианте, чем дороже специалист на рынке труда, тем больше он может закрывать задач за единицу времени. По крайней мере, мы так хотим и надеемся на это. В проектах social good все кардинально наоборот. Почему? Потому что, да, крутой сотрудник, он действительно будет закрывать задачи. Проблема лишь в том, что он будет закрывать задачи, но не ваши задачи и не задачи вашего проекта. Соответственно, от них мы должны максимально получить что? От скилловых участников мы должны получить экспертизу, рекомендации, советы и прочее. Соответственно, мы сделаем такой вывод о том, что мы вынуждены брать в команду всех, и большинство в команде будет все-таки новичками. Почему? Потому что они как раз-таки больше не заняты, чем все остальные. Да, и вам придется работать с новичками. Поэтому очень важно понимать концепцию каждого из участников. У нас есть в проекте каждый новичок, который приходит, он заполняет файлик welcome, где он отмечает, что он может делать и что он хочет делать. И, конечно, приоритет мы выставляем именно его желанием каким-то, что он делает. Но иногда вот эта табличка помогает закрывать какие-то совсем редкие компетенции. Например, у нас стояла задача построить финансовую модель нашего проекта, и вуаля, среди новичков в NLP нашел человека, который умеет пилить финансовые модели. Это круто. Это здорово помогает. То есть совсем не релевантны какие-то компетенции. Они тоже могут быть полезны непосредственно в таких проектах. Раз мы берем всех, то у нас возникает резонный вопрос. А какая численность команды может быть оптимальна? Здесь очень тонкий момент, потому что есть правило, что чем больше людей в команде, тем сложнее ей управлять. Почему это происходит? Потому что на вас ложатся огромные коммуникационные издержки. Вам нужно начинать взаимодействовать с каждым из членов команды. Потому что вам нужно новичкам рассказать, какой скоб проекта, рассказать о том, какие задачи выполняются, какие ставятся и так далее. У действующих участников вы должны посмотреть результаты работы, соответственно проверить сделанные задачи и так далее. Плюс большой команды на самом деле в том, что она имеет высокий креативный потенциал. И для решения каких-то задач вы можете использовать такой некий Kaggle эффект и, соответственно, толпой накидываться на какую-то задачу. И это действительно может принести результат. Однако, когда команда начинает генерировать слишком много идей, она переходит в режим стейкхолдера и начинает генерировать слишком много идей. И тут основное правило продукт-менеджера – это говорить «нет». Прямо перед зеркалом надо тренировать слово «нет». Соответственно, у большой команды также есть еще один замечательный минус, что постоянно возникают споры и трудность принятия единого мнения. Так, например, так как мы работаем с документами Федеральной антимонопольной службы, нам настояла задача определить у каждого документа тип этого документа. Соответственно, мы можем применить здесь, на вскидку, тематическое моделирование, можем как-то поколастеризовать эти документы. А еще мы можем просто взять и в лоб впилить ригэкспами этот тип документа и доставать его. И когда возникает такой спор, задача менеджера – вовремя прийти и сказать, поделить команду и дать вот те спорные моменты на откуп самой команде, чтобы они каждый попробовали из методов. После этого вы их можете либо выбрать лучший из них, либо, соответственно, каким-то образом их смержить и получить больше эффекта от этого. И второй кейс здесь, например, когда вы выбираете базу для хранения данных. Конечно, кто-то будет говорить, давайте все сделаем на постгрессе, потому что это быстро, просто и легко. Кто-то скажет, нет, там очень подойдет эластик. Кто-то придет и скажет, нам нужен кликхаус, потому что данные идеально подходят под кликхаус. И здесь важно принять решение на себя как менеджеру и, соответственно, взять все риски, которые связаны с этим, на себя. И волевым решением, собственно, принять это решение. О, тавтология. Поэтому очень важно чувствовать то, как можно решать вот эти споры, потому что нужно эти споры решать как можно быстро. Соответственно, мы вынуждены периодически чистить команду все-таки от случайных прохожих, чтобы не тратить на коммуникацию время, делить участников на мини-команды и, собственно, общаться со всеми. Итак, как построена коммуникация? Общение с командой будет занимать все ваше время. У меня, например, была история, что я очень хотел попробовать, но мне не разрешали, потому что меня заставляли менеджерить, потому что приходится очень много писать, рассказывать, обсуждать и так далее. Соответственно, у нас есть общий канал и индивидуальный канал. В общем, мы публикуем какие-то общественные проекты и индивидуально общаемся с каждым из наших членов команды. Соответственно, в этом нам очень здраво помогает Slack, Trello, Google Docs и любые вообще инструменты. Мы недавно ввели практику использования Google Hangout для того, чтобы созваниваться и именно голосом проговаривать какие-то возникающие проблемы. Соответственно, общение нужно любить и уметь это делать. Соответственно, как же мотивировать всю эту команду? Потому что, во-первых, мы не платим, мы не платим деньги, у всех есть основная проблема и у всех просто вал какой-то невероятных личных проблем. И вот как Валера только что рассказывал про ягодки, я тоже слышал безумное количество проблем, потому что, я не знаю, меня бросила девушка, я не могу работать, я сменил работу, я не могу работать на проекте. Безумное какое-то количество. И очень важно иметь какой-то барьер психологический, чтобы не захламлять себе голову этой информацией. На самом деле, ключевое слово в мотивации – это оппортунизм. Потому что никто никогда не вписывается в социальный проект, если не преследует какую-то собственную личную цель. Даже если он ее сам не понимает, она есть. Что здесь может быть? Человек может потенциально хотеть получить дополнительный опыт, хочет научиться чему-то новому, человек может хотеть издавать какие-то научные публикации. Так мы, например, у себя уже отдали в публикацию порядка трех-четырех статей ваковских. И это тоже от этого людей прет. Это хорошо. Соответственно, личные цели каждого из членов команды, вам очень важно их понимать, потому что это точка G для того, что у мотивации команды. И, соответственно, возникает вопрос, кто же он, этот менеджер проекта ML for Social Good. Им действительно может быть любой. Главное – обладать набором личных качеств, обладать стратегическим мышлением, обладать хотя бы каким-то минимумом технических навыков, иметь знания из межных областей. И самое главное – уметь и любить общаться. Потому что разговаривать придется очень много. Я, например, за время с мая месяца существования проекта написал, наверное, листов 100 о четвертых, потому что я печатал очень много ребятам всем, донося какие-то мысли. Подытоживая, если вы сейчас зададите мне вопрос, сможете ли лично вы быть менеджером проекта ML for Social Good, я скажу, пока вы не попробуете, вы об этом не узнаете. И на вопрос, стоит ли вписаться, я говорю абсолютно точно, что стоит, потому что это дополнительный опыт, и это очень круто. Соответственно, ML for Social Good – это не какая-то амбициозная выдумка, это реальность. И я думаю, что сегодня Павел Нестеров нам еще об этом расскажет. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Напомню, что у нас вопросы будут в конце. В том числе можно будет позадавать вопросы, чем ML for Social Good реально отличается от Data Science, и не только. Тем более другие мэтры управления вам про это тоже пояснят. А следующим я на сцену попрошу Антона Лебедева, который нам расскажет про вообще другую тему, которая была в вопросах, а именно про то, как катить все эти нейросетки в прот. Ваши аплодисменты Антону. АПЛОДИСМЕНТЫ